Всем привет, Spineful Fire. Часть праздника, день создания рабоче-крестьянской красной армии, улитка, но сделала доступной некоторую технику. Особо редкой назвать её нельзя, так как она периодически появляется в игре на различных акциях, но, тем не менее, большая часть времени остаётся недоступной для покупки. Всего предлагается два танка и два самолёта. Первый из них это Т-34 1941 года, первой гвардейской танковой бригады. Располагается на боевом рейтинге 3.7 и является чистой копией линейной Т-34. Единственное отличие это другой камуфляж. Т-34 выделяется среди других средних танков своей хорошей динамикой, однако советский танк не самый быстрый, лидерство уводит Кромбель за счёт мощного двигателя и небольшой массы. На броню особо надеяться тоже не стоит, спасает лишь корпус и то не от всех типов снарядов. К примеру, немецкие пушки легко нас прошивают силуэт. Также по уязвимым местам будут щеки башни, которые пробиваются даже зенитками. Ну а советская пушка, в отличие от американских и британских, не стабилизирована. Поэтому стрелять приходится либо сходу, либо полностью остановившись. Бронепробитие невысокое, приходится периодически выцеливать уязвимые места танков. Для своего Бэйра танк неплох, но, как по мне, лучшим вариантом будет Шерман. Тем более, это обычная линейная Т-34, в ней нет ничего уникального. Следующий Ил-2М «Бститель», точно так же, как и Т-34, это копия линейной машины, за исключением одной небольшой детали. На этом Ил-2 нет остекления для заднего стрелка, но в рамках игры это ни на что не влияет, так что это можно назвать чистой копией. Ил-2 это отличный самолет для штурмовки. Для этого у него имеются две мощные 23-мм пушки, которые распиливают вражеские самолеты на части, и легко поджигают танки. Ну а если пристреляться, то можно вынести любой танк с одного захода. Дополнительно можно подвесить 4 бомбы по 100 кг и 4 ракеты на выбор. Тут есть как бронебойный РБС-132, так и фугасный РБС-132. Я обычно подвешивал фугас, так как с них можно легко взорвать зенитки и даже танки. Но на скорости у Ил-2 есть прекрасная возможность довернуть до любого истребителя. Если вы не смогли реализовать 23-м пушки, то у вас еще будет шанс отбиться от преследователей при помощи задней турели с крупнокалиберным пулеметом УБТ. Только учитывайте, что в отличие от пилота, задний стрелок никак не защищен броней, и он легко может отлететь от первой же выпущенной очереди. Что использовать первым, бомбы или ракеты, зависит от характера цели и ее расположения. Если вы планируете уничтожить зенитку, то можно издалека запустить в нее ракету. Риск, если что, у вас находится на экране. В зависимости от нахождения ракеты на пилоне, целиться следует чуть левее или правее от цели. Все ракеты сейчас уходят по одной. Сначала уходит левая ракета, затем правая. Поэтому вначале вы целитесь чуть правее цели. Затем уже уходит правая ракета, и вы соответственно целитесь левее. Для ориентира можно использовать вертикальную риску. Наводите ее центром на правый борт танка и производите пуск. Крайняя риска рассчитана примерно на стрельбу с 350 метров. Абсолютной точности конечно добиться сложно, но примерно попасть по танку это возможно. Ракета мощная, поэтому сплэшем можно забирать открытые зенитки. Бомбы находятся под центру фюзеляжа, поэтому их можно скидывать прямо в пикирование. Я всегда скидываю их на глаз. Обычно сброс бомбы происходит как только взнос самолета закрывает цель. Фаб-100 бомбы хорошие, с них можно забирать практически любые танки. Но в имелых руках Ил-2 и вовсе превращается в очень опасного штурмовика, который без преувеличения способен уничтожить половину вражеской команды. Это отличное дополнение к сетапу, но опять же тут как с 34-кой. В линейке будет такой же Ил-2. Так что вся разница только в прем-статусе, остекление кабины заднего стрелка и в другом камуфляже. Еще один самолет это Пи-2 205 серии. У летно-техническим характеристикам самолет ближе всего 359 серии, однако располагается на боевом артинге 4.0. Пешку также можно задействовать в штурмовке. Это конечно не подарочный Т-2 за закрытый БД-тест, но тоже позволяет делать фраги. У Пи-2 есть загрузка 4 бомбы по 250 кг или 2 по 500. Так как у самолета имеется бомбовый прицел, то мой выбор это большее количество бомб, хоть и калибром меньше. Пешка плохо выходит из пикирования. Рекомендую не добирать скорость, иначе у нас затяжеляются рули высоты, и мы спокойно можем зацепить на выходе дерево или дом. Для того, чтобы не оказаться в ангаре, советую сбрасывать скорость. Для этого предусмотрен аэродинамический тормоз. У Пи-2 имеется 4 турели, 2 из которых будут с крупнокалиберными пулеметами УБТ. Но также есть и курсовое вооружение в виде одного пулемета винтовочного калибра ШКАС и одного крупнокалиберного УБ. Маневренность у пешки непримечательная, но в некоторых случаях получается одолеть вооружеский истребитель, если не курсовым, то хотя бы оборонительным вооружением. В отличие от Ту-2, пешка очень уязвима как вне противника, мы редко когда переживаем заходы, часто происходят пожары топливных баков. Но при малом количестве зениток и истребителей в бою, Пи-2 может произвести сброс бомбы и подарить вам 4 фрага. В некоторых случаях даже больше, если вы найдете скопление танков. Но лично я вставляю пешку в сетап редко, потому что для штурмовки имеются другие более подходящие самолеты. КВ-1 экранированный, единственный из 4 машин, который является действительно уникальным, а не копией как все остальные. В немецкой ветке тоже есть свой КВ-1М, он идет как трофей финской армии. К слову, он нам будет поинтереснее, потому что ему предстоит столкнуться с танками стран союзников, и они его пробивают намного хуже. Тем не менее, КВ-1Ф в ветке СССР уникален. Он выделяется дополнительной броней, которая спасает от не самых пробивных пушек. При этом у нас орудие тоже несказательно пробивное. Да, в отличие от КВ-СЛ-11, у экранки появился новый снаряд. Это БР-350Б, который пробивает на 10 мм больше, чем предыдущий снаряд. Но в целом, эту ситуацию не сильно спасает. Те же 3-4-ки имеют пробой лучше, чем у нас. КВ-1Э просто дольше живет, и при этом не такой медленный, как некоторые тяжелые танки. Играть на нем весело, потому что на 4-0 полно еще новых игроков, которые не особо понимают, куда пробивать КВ-шку. И за счет этого тяжелый танк может пережить множество попаданий. В заключении, если вы учите эффективную технику, то советую взять этот КВ. Остальная же техника не такая уникальная, и имеет либо ветки похожей машины, либо чистые копии. Благодарю за просмотр, подписывайтесь на канал, заглядывайте в описание, и до новых встреч, пока-пока.